Всем добрый день. Как уже меня представили, меня зовут Артем Вячеславович. И я вам расскажу об опыте использования Alt в колледже. Начнем с того, что колледж у нас достаточно давно уже использует, ну точно больше двух лет, наверное больше трех уже, системы Alt. И с недавних пор мы являемся авторизованным учебным центром Basalt SPO. Здесь представлена ссылка, где можно об этом почитать у нас на сайте. И мы используем в различных управлениях системы Alt. То есть здесь перечислены это в аудиторных применениях, то есть на занятиях и на рабочих местах сотрудников и при организации мероприятий. Я как практик могу вам как раз рассказать про практическое применение системы Alt. То есть я по совместительству являюсь также и преподавателем. И вот здесь на данном слайде вы можете видеть проходящий мастер-класс по программированию микроконтроллеров, который у нас буквально недавно проходил. И там были поставлены задачи участникам, все задачи были выполнены, но кроме того, что были основные задачи по программированию, пользователям нужно было еще вникнуть, как работать с системой по ходу дела. И как вы можете видеть, здесь люди присутствуют разных возрастных групп, то есть это все, кто здесь представлены, это участники мастер-класса, все справились со всеми задачами. То есть в принципе систему Alt можно понять и использовать даже с ходу. Какие специальности вообще у нас обучаются и какие направления мы преподаем на системах Alt? Ну это различные варианты программирования, то есть системное программирование, объектно-ориентированное программирование, программирование микроконтроллеров. И также у нас в колледже преподается 3D-моделирование и прототипирование. Также мы его преподаем в том числе на системах Alt. По специальностям у нас обучаются компьютерные системы комплексы, программирование в компьютерных системах, информационные системы программирования и радиоаппарат строения. Чем для нас хорош Alt-образование? Так это тем, что очень много полезных программ, которые мы на практике используем, уже предустановлено, как говорят у нас, из коробки. То есть сразу. Тем не менее, какие-то вещи приходится ставить отдельно. Вот, например, хочу вам отдельно указать на такую программу, как Pencil. Это программа для разработки графических интерфейсов, но по сути инструмент дизайнера. Это, наверное, лучшее, что я смог найти. Он open-source, открытый, свободный, лучше в традициях open-source. Написано, сколько я помню, на электроне. Достаточно легко ставится куда угодно. Вот будет круто, если базальты с полом смогут его как-то, ну, либо приинсталлировать, может быть, либо в репозиторий добавить. Я не думаю, что это слишком сложно. Поскольку у нас в колледже есть 3D-принтеры, мы преподаем работу с ними, то мы используем такие программы, как Sleek3R, Repetir Host, для подготовки заданий к печати, управление принтерами, соответственно. Поскольку студенты обучаются программированию, то здесь можно видеть такие программы, как различные IDE, средства разработки, средства отладки. У нас в колледже есть свой GitLab сервер внутренний, и студенты учатся работать с темой управления версиями Git. И мы также на компьютеры, на систему, которую мы ставим на компьютеры, мы ставим такую утилиту, как ETC Keeper. Это надстройка над Git, которая позволяет хранить весь каталог ETC под Git, как репозиторий. Ну, как база данных правок, чтобы была. И если, например, в системе что-то принастроили и все сломали, то это можно легко откатить. Недавно также у нас интересный опыт был, он все еще такой эксперимент проходит. Это мы попробовали домашний каталог пользователя положить под Git, таким образом, чтобы сам пользователь не мог им управлять. Ну, я имею в виду самим репозиторием локальным. Поскольку, как вы, наверное, кто преподает, сами знаете, что в классах у студентов все время чешутся руки, что-то перенастроить, там поставить какие-нибудь обои необычные, или там сделать белый текст на прозрачном фоне, чтобы ничего не читалось. Вот такие правки полезно бывает откатить. И вот недавно буквально такая ситуация была. То есть мы думали либо клонировать заново класс, устанавливать систему, либо просто откатить, и в итоге быстрее оказалось откатить. Какие плюсы мы видим в системах HALT? Ну, во-первых, это глобальная русификация. То есть вся система на русском языке, и хотя для программистов английский язык – это второй язык, который все понимают, да, но начинающие пользователи еще не понимают, что они должны понимать, и начинающим пользователям сложно на английском читать. Поэтому русификация играет важную роль. И также большой плюс – это возможность пообщаться с рабочиками напрямую на русском языке, вот в рамках там чатов, почтовых рассылок, или даже вот конференций, как сейчас. Также мы видим снижение стоимости поддержки, адаптированность и защищенность в целом системе. То есть про защищенность хочу сказать сейчас. Это плюс, потому что студенты постоянно приносят флешки со всяким там содержимым неизвестным. И если бы не HALT, ну, вообще в целом система GNU Linux вирусам менее подверженная, ну, и вот конкретно HALT нас тоже спасает. Про, значит, снижение стоимости и адаптированность. В реалиях учебных заведений также возникает ситуация, когда нужно быстро развернуть компьютерные классы перед каким-то мероприятием, там, или Олимпиадой, например. И мы отработали такую схему. То есть мы настраиваем на одном из компьютеров в классе, ну, так называемом доноре мы настраиваем систему, и затем мы клонируем эту систему на другие компьютеры. В этом нам помогает утилита, которая называется Ghost for Linux, или сокращенный G4L. Эта утилита, она до сих пор активно развивается, она на SourceForge расположена, и она представляет из себя набор скриптов с псевдографическим интерфейсом, который можно загрузить. Обычно эта утилита стоит в составе загрузочных всяких флешек или образов, которые можно по сети загрузить. Вот здесь самая интересная часть, это внизу два пункта, это UDP Multicast клиент и UDP Multicast сервер. То есть можно широковещательным способом по протоколу UDP клонировать жесткий диск, ну, или твердотельный накопитель, любой накопитель. Это очень быстро. То есть мы настраиваем на одном компьютере весь софт, там настройки, все идеи, которые нам нужны, и затем клонируем эту систему на остальные компьютеры, и это занимает буквально несколько часов. Если брать современные компьютеры, на которых там стоят вредотельные накопители быстрые, плюс если брать гигабитную сеть, то время клонирования класса может уменьшиться даже по до 30 минут. Если опять же у Bazalt есть возможность как-то опакетить этот Ghost for Linux или может включить в какой-то там Live CD или Live USB, это будет очень круто, потому что программа максимально полезная. Конечно, есть определенные недостатки. Я бы выделил отсутствие узнаваемого дизайна. На самом деле мне как практику, как программисту, можно и в консоли работать. Я открываю консоль, запускаю там Emax и вперед пишу код. Но обычным пользователям приятно видеть красивый дизайн целостный, узнаваемый. И вот если, например, пользователь сажает перед Ubuntu, он говорит, вау, это красиво, да, это Ubuntu, издалека видно. А Alt, он функциональный, работает. Там обычные XVC, обои специальные. Но может быть еще над дизайном стоит поработать. Конкретно это, наверное, тоже часть недоработок дизайна. Это русификация в том числе. То есть, да, система русифицирована, но в ней бывает сложно найти какие-то элементы, какие-то программы. То есть я ищу, например, GNU и Max, нахожу текстовый редактор. Я ищу GIMP, нахожу графический редактор. То есть есть название, то есть вида программы, но нет оригинального названия. То есть это можно легко решить, на самом деле. Можно после текстового редактора в скобочках написать там GNU и Max, например. А то мне приходится часто самому делать перед клонированием системы. Также у нас в колледже используется активный такой проект, который называется Multisit. Это программное обеспечение, которое позволяет настроить многоместную конфигурацию на компьютере. То есть можно один компьютер использовать как несколько рабочих мест, подключив к нему дополнительную периферию. Эта разработка изначально была дипломным проектом одного из студентов. То есть я был руководителем дипломного проекта. Ну и также у нас в роли консультантов и, можно сказать, заказчиков вступала группа компаний АЗ, нижегородская компания. Вот совместно мы сделали такой проект. Изначально он был сделан на восьмой платформе Alt, но сейчас мы работаем над переносом этой системы на… Ну вот уже сумели запустить на Ubuntu 20.04, и сейчас работаем над переносом на 9 Alt. Вот здесь можно видеть занятия студентов с использованием многоместной конфигурации. То есть один компьютер, там два монитора паркового трумышей. У нас это программное обеспечение используется на практике в рабочих кабинетах сотрудников, уже, можно сказать, в продакшене, как говорится. И были, конечно, жалобы, но в целом сокращается стоимость поддержки, потому что всего один системник, его один раз настроить, дать пользователям, у них там два или три рабочих места. Вот сейчас проводим эксперимент. Поставили на некоторые компьютеры там три рабочих места. То есть у нас современный мощный компьютер есть в одном классе, где у нас там видеокарта поддерживает несколько выходов. То есть мы ставим три монитора, три клавиатуры, три мыши, и у нас три студента работают как бы за одним системником, но фактически на трех рабочих местах. И пример задач, которая решалась, ну, использовали FreeCAD, моделирование, все работает, ну, не сказать, что прям идеально, но мы работаем над тем, чтобы было все идеально. Если у вас есть какие-то вопросы, можете спросить меня здесь, если время еще осталось, либо задать вот по этим контактам. Если вас заинтересовал вот этот проект Multisit, то он open-source, с открытыми исходниками. Пишите, я вам пришлю в ответ ссылку. Спасибо за внимание. Артем, здорово. И видно, что много интересных находок было. Я думаю, мы еще пересмотрим ваше выступление. Нет, но было интересно. Мы терпели с удовольствием. Теперь я хочу пригласить на нашу... Или есть вопросы? А, есть вопросы. Спасибо за доклад. У меня маленький комментарий. Если кому-то захочется попробовать многоместную систему, то вот на большом экране это одно из двух мест, развернутых на Эльбрусе как раз. Вот. И с коллегами мы тоже работаем, и очень им благодарны за то, что они делают. Комментарий на комментарий. Насколько я понимаю, там два рабочих места на двух видеокартах, да? Да, да. В нашем случае можно сделать два рабочих места на одной видеокарте, или даже три рабочих места, если есть три выхода, которые могут независимо работать. Ну, то есть, как бы решения не везде пересекаются. Коллеги, идите к видеокартам и там... Поделитесь с ними. Мы потом посмотрим, что у вас получилось.